Так, это следующее видео, как мы заказываем пермиты на нужный нам root. Но для начала надо сделать root и вставляем флешку. Вставили. Так, сохранили root, теперь надо его сделать. Надо его перекинуть, важно, чтобы формат был тот, который распознает Passage Manager. Так, root сохранен, название запомнил, выходим. Сходим в main, file manager. Здесь мы выбираем USB. Выбираем наш root. Очень важно, чтобы последние вот эти три буквы после точки были RTA. Тогда он читает. Хорошо. Так, перекинули. Идем. Запускаем Passage Manager. Это займет минутку, наверное. Так, Passage Manager. Ну, обычно, обычно мастер говорит, даже у нас, у нас сейчас пришел фикшер, да, еще не точно, не совсем точная информация, что мы именно туда пойдем, да, все еще может отмениться, но все равно карты лучше заказать. С этим мастером, по крайней мастером, по крайней мере, так, не знаю, не знаю, как с другими, но этот мастер в этом плане разрешает заказывать все. Так, Passage Manager загрузился у нас. Красным говорят, что у нас пермитов нету, это ерунда. Сейчас нас больше интересует, как мы заказываем пермиты. Слева в меню заходим Roads and Passages. Сюда мы добавляем у нас root, который мы сохранили на флешку. Это будет импорт. Здесь маленькая кнопочка, импорт. Выбираем формат. Нам нужен GRC, вот этот RTA. Выбираем флешку. Open, import. Вот, вот наш root. Теперь надо отметить все карты, которые нам нужны. Нам нужны AVC, Admiralty Vector, Charts. Также он может, автоматом он заказывает карты с маленьким масштабом. Ну, самый маленький масштаб, который есть по root, он заказывает. Те, которые генеральные карты, он может не заказать. Но лучше их тоже отметить, потому что, чтобы избежать лишних вопросов. Так, ну вот, я отмечаю все галочки. Видишь, он мне эту большую карту не хочет заказывать. Мы их закажем. В общем, все галочки отмечаем, которые... Которых нет. Он сам автоматом не поставил. Пускай компания платит. Так. Все. Когда у нас все галочки поставлены, теперь мы делаем... А, очень важно, забыл. Карты заказываются через интернет, поэтому нам надо в Communication Client поменять сеттинги. Если мы раньше... Если мы апдейт получали через e-mail, то здесь мы выбираем интернет. Делаем сейв. Пишем пароль chart. Ко. Перейдем обратно в Passage, Wrote and Passages. Здесь мы ставим... Add selected product to the basket. Да, и вот нам показывает 27 продуктов, 27 карт. Теперь делаем Create Order. Пишем последовательность order. Мне кажется, сейчас 18-й. Но это не столь важно. Они просто референс делают на этот... На этот order. Жмем ОК. И вот он сейчас. Если у нас с интернетом все хорошо, то он должен... Все нормально прошло. Вот он предлагает нам... Ну, посмотрим, что за order он хочет сделать. Я не знаю, надо ли где-то отдельно сохранять все заказанные вот эти вот... Пермиты, которые мы заказываем в Паруто или нет. Просто их можно посмотреть по... Датам... По базе данных. В общем, все, сейчас... Ор... Этот order ушел. Можем посмотреть... Communication Climb. Session Lock. Submitting Order. Все, ушел у нас получается. Order теперь надо ждать. Он должен... Ответ должен прийти на e-mail. Ну, или так же можно будет его через интернет получить. Это я покажу потом.